Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня будет видео по запросу. Вы знаете, так или иначе, в жизни, когда я сталкиваюсь с людьми, знакомлюсь, я не знаю, какими такими способами, вопросами, почему-то все приходят к моей религии, к моему взгляду на жизнь, и приходится говорить, что я буддистка. И становится людям очень интересно, что это, как я с этим встретилась, что я об этом знаю, и попросили меня снять видео, так как бывает не всегда есть время об этом говорить и возможности, поэтому я сниму такое красненькое видео о буддизме, о том, что я о нем знаю из непосредственно достоверных источников, как вообще практиковать буддизм в России. Это все-таки не наша религия. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Начать я хочу с того, как я попала все-таки к буддийскому учению, потому что я на самом деле христианка была, и меня в детстве крестили, я крещённая. Но одно другому не мешает. Меня крестили, когда я была маленькая совершенно, там не помню уже во сколько лет. Я этого не помню, я это не выбирала, это не мой осознанный выбор. Когда я выросла, естественно, у меня начались поиски какие-то, да, я именно хотела вот что-то такое духовное. У меня внутри было какое-то понимание, что человек может больше, что его сознание всякие. Ну, знаете, есть, наверное, люди, которые изучают эзотерику, там осознанные сновидения, какие-то астральные выходы из тела. И что-то вот такое вот всё мистическое, всё мне было интересно. Естественно, сначала вроде бы кидаешься во все стороны, там услышала, расскажи, там услышала, расскажи. Но всё настолько поверхностно, как бы, да, и на самом деле с этим нужно быть очень осторожным и аккуратным. И моя интуиция всегда мне подсказывала, куда стоит идти, куда не стоит идти. Когда я уже жила в Москве, я решила, что я буду заниматься, наверное, йогой, потому что йога, она как-то вызывала доверие, не знаю почему, что-то в ней было такое. И я нашла школу, которая занимается не просто физической йогой для тела, но и духовной, то есть они изучают культуру эту, то есть именно вот этот взгляд йогический, да, на мир, на жизнь. Мне стало это интересно. Я пошла туда. Было достаточно любопытно. Я каждый день практически ходила, занималась йогой, то есть учила. Я пошла на преподавателя. Преподаватели обязательно должны там изучать духовную культуру. Каждое воскресенье у нас были какие-то вот такие семинары, где нам учитель рассказывал более подробно о каких-то вещах, о мироустройстве и о нашем устройстве внутри. Было достаточно интересно, но мало что было понятно. Как-то было много вопросов, что ли, или я вот ещё пока что такая была плавающая. Но преподавательница йоги в один прекрасный момент сказала, что приезжает буддийский учитель, как раз-таки у нас здесь в Ростове под Краснодаром, в Горячем Ключе, была такая практика осознанного умирания. То есть этот учитель собирал своих учеников, желающих, да, и рассказывал о том, что делать, когда мы будем умирать. Как натренировать свой ум, чтобы мы могли весь процесс этот осознавать. В общем, это было интересно. Она сказала, что все должны это пройти. Ну, как бы не то, что должны, а желательно было бы, потому что это очень интересная практика. Я, естественно, доверяла этой своей учительнице. Она мне очень нравилась по её качествам, естественно, не просто так. И я, естественно, поехала. Не было денег в тот момент, но я собрала всё и поехала туда. И пришла к тому, что, побыв там пять дней, изучая эту практику, там было очень много людей, около трёх тысяч людей с палатками, то есть тоже всё себе купила. Я поняла, что буддизм — это мой взгляд на жизнь, и что учитель, который там был, его звали Лама Оля Нидал, — это мой учитель. Всё. На этом, как бы, это была настолько жирная точка, что я ушла тогда со школы йоги, потому что это немного разные... Не то, что немного, это совсем разные методы, разные взгляды. И для того, чтобы не путаться, я решила идти каким-то одним путём. Вот почему-то у меня прям сердце открылось, душа открылась именно этому. Что я могу сказать? Самые главные вещи, которые делают ошибки люди, и не знаю, что такое буддизм, и что такое вообще, называя это сектой какой-то. Хотя секта — это любой раскол, который не признан официально, как я понимаю, как я читала из Википедии. Христианство — это официально, как бы, да, любые расколы от православного христианства — это всё можно называть сектами. Поэтому не спешите бояться этого слова, нужно разобраться, что да к чему. Итак, первое, что я могу сказать, — это большая ошибка в буддизме, что считают Будду богом. Будда — это не бог. Сразу вам могу сказать, эту ошибку делают даже люди, у которых это традиционная религия, у которых это официально признанная религия, илиста, калмыкия. Они тоже считают как-то Будду богом, если копнуть, да, там вот, и начать спрашивать. То есть достаточно поверхностно так могут относиться к этой религии. Но если разбираться, проводить действительно анализы всего этого, то понятно, что Будда — это не бог. И не был он никогда богом. Это обычный человек. Обычный человек, который достиг совершенства своего понимания, своего осознания, кто он, что он, да, и что вокруг. То есть он, грубо говоря, растворился в радуге, потому что понял, что он — это не его тело, он — это не его мысли, и всё, что его окружает, — это всё иллюзия. То есть это как сон, от которого можно проснуться, и ничего, грубо говоря, нет. Есть даже очень много историй о Будде, о том, что это человек родился в королевской семье, что, в общем, ему там рассказали, я не буду рассказывать всю историю Будды, потому что она достаточно известная, но там было написано, что он был очень чувствителен к страданиям людским, да, хотя не видел этого до какого-то времени, потому что его отец оградил от всего этого. И когда он увидел болезнь, смерть, старение, да, то, конечно же, его это до глубины души так тронуло, и он решил пуститься в поиски, чтобы избавить людей от этого или вообще понять, что это такое вот в мире, да. И он, на самом деле, проводил очень много времени в практике, в трудах, то есть он медитировал, он занимался аскетизмом, то есть он искал, и в конце концов он нашёл, что даже самые первые его ученики, да, там, это одни из первых учеников, это были те люди, с которыми же он занимался аскетизмом, то есть которые отказывались во всём, были такие худые, не ели ничего, никаких благ. Итак, первое, что это Будда не Бог. Дальше, второе. Буддизм — это не религия. Буддизм — это учение об уме. И сама практика буддизма — это тренировка ума. Всё очень просто. Почему мне очень понравилось всё это, да, то есть отсутствует Бога? Всё просто. Это как, допустим, вы тело тренируете, так вы и ум свой тренируете. И буддизм — он религия по официальным таким вещам, для того, чтобы просто она была принята, она зарегистрирована как религия. Но само даже слово «религия», если его переводить, да, то оно обозначает слово «ре» как бы снова, из вот этого латинского или какого-то языка. Алигия — «возвращаться». Или наоборот. Я не помню. Но я точно знаю, что как бы религия означает возвращаться снова, снова возвращаться. Но буддизм как бы даже по логике и по своему пониманию не может означать снова возвращаться, потому что если вы однажды достигли какого-то состояния, вы его уже не потеряете. То есть если вы однажды просветлели, да, то вы уже не будете обычным человеком, вы уже будете Буддой. И Будда — это любой человек из нас, который достиг совершенства того же, которого и он. То есть Будда — это от слова «будильник» как бы проснувшийся. Каждый из нас может проснуться, гласит буддизм. Для этого Будда, когда он пришел к этому ко всему, он дал методы для людей. Дал методы, как он к этому пришел, что в итоге там получил, да. И люди, которые имели доверие какой-то, может быть, какой-то уровень практики или уровень осознания, они приходили к нему и просили поучения. Соответственно, в буддизме сформировалось несколько школ. Все эти школы ведут к одной цели. У них могут отличаться немного методы. Их тоже лучше не путать. Они, конечно, об одном всем идут, да, но лучше их не путать, потому что сформировались они именно из-за того, что поучения были для разных людей. То есть есть разные люди. У кого-то преобладает желание там, да, всего-всего. У кого-то преобладает злость, да, у кого-то там зависть и так далее. То есть для разных людей, потому что у нас много, мы все разные сформировались, такие как бы разные школы. Основных школ этих четыре. Вот та школа, в которой практикую я, называется школа Кармакаги. Вы можете они почитать в интернете. И духовный глава этой школы — Кармапа. Сейчас Кармапа 17-е. Также в буддизме есть перерождение. Их, конечно, ну, как бы, наверное, трудно доказать там, да. Это, скорее всего, именно вот доверие. Они, конечно, монахи, они там знают, как бы, что к чему. Мы об этом очень мало знаем. Лично я проверяю на каких-то таких других вещах именно практику буддийскую. Ну, вот, например, Кармапа 17-е, да, считается, что это его 17-е перевоплощение. То есть когда достигший совершенства учитель умирает, он оставляет при жизни еще записочки для своих ближайших учеников, которые после его смерти открывают и благодаря этим запискам находят ребенка, который родился в той или иной семье, в том или ином месте, по подсказкам этим. И они его забирают, естественно, и начинают обучать. И этот ребенок, в общем, быстро достигает совершенства, так как у него уже есть все это. То есть он уже, грубо говоря, по каким-то вещам там узнает. Узнает, то есть ему дают на выбор. Может быть, к ней можете посмотреть фильм. Не помню, как он называется. Но вот что-то вот Будда, буддийских фильмов, вы посмотрите, их не очень много. И там даже вот было. Описано как. То есть ему дают на выбор, например, три шапки, да, там три короны. И ребенок должен выбрать свою. Да, ему дают там ложки. Он должен выбрать ту свою ложку, которой пользовался он. И по вот этим вот вещам, естественно, подтверждается, что это перерождение учителя. Например, всем известный Далай-Лама, это духовный глава и политический, по-моему, такой деятель в Тибете. Он духовный глава школы Гилукб. Есть еще другие школы, не помню их название. Вот основные две вот эти я знаю. Дальше. Что мне нравится в буддизме? Мне нравится в буддизме, что нет запретов, потому что я такой человек, я не люблю надо и так далее. То есть нет запретов. Есть просто советы. То есть мы, в принципе, сами кудесники, да, и вершители своей судьбы, своей жизни. И все очень просто. Объясняется, что все, что мы имеем сейчас, есть такое понятие, как карма в буддизме, и все, что мы имеем сейчас, это мы, это наши заслуги всякие или наши какие-то неправильные действия в прошлом, в этой жизни или в прошлых жизнях. Потому что перерождением, грубо говоря, мы тоже все перерождаемся, просто мы не помним наши прошлые жизни. Карма, она идет на протяжении бесчисленных наших жизней, которые были. И, конечно же, представьте, сколько там условий тогда для создания нашей нынешней ситуации, да, то, что называется судьбой иногда и так далее. Но это всего лишь наших рук дело. То есть если мы сейчас плачем, страдаем, теряем близких, то что-то мы сделали в прошлой жизни не так, раз все это получилось. В буддизме мы берем просто ответственность. Если мы понимаем, если мы буддисты, то мы берем ответственность за наше будущее и за то, что мы делаем сейчас. То есть мы начинаем понимать, какие вещи лучше не делать, какие вещи приводят к плохим последствиям и какие вещи приводят к хорошим последствиям, то есть к хорошей карме. Что очищает карму, а что, например, ее загрязняет. И, соответственно, мы ответственно, на сегодняшний день, понимая ситуацию, делаем выбор, что нам лучше делать. И Будда — это такой друг, который говорит нам, что лучше делать для того, чтобы было хорошо, и что лучше не делать, потому что может быть плохо. Но ваш выбор, вас никто не заставляет и никто не наказывает. Вы наказываете сами себя. То есть просто дается раскладка всего этого. Что меня в этом очень привлекло, потому что я люблю, видимо, ответственность, и мне кажется, что это более правильно, когда ты руководишь своей жизнью, а не кто-то. Что можно сказать об учителях в буддизме? Учителя в буддизме — это точно так же такие же люди, которые идут этим путем, живут этим буддийским взглядом, делают буддийскую практику, и они уже благодаря этому с годами достигли какого-то внутреннего совершенства, потому что есть несколько стадий на пути к совершенству. Естественно, мы это уже непосредственно в одной жизни можем заметить какие-то наши результаты. То есть, что очень хорошо, что в буддизме не нужно ничему верить на слово. Всё можно проверять. То есть, всё, что тебе дают, бери, проверяй, и увидишь, как изменится сейчас же. От взгляда очень многое, оказывается, зависит. И кто такие учителя в буддизме? Это те, кто просто достигли уже какого-то уровня, и могут идти поучения, опять же, поучения, такие же буддийские, которые не меняются. И ещё, отталкиваясь от своего опыта, уже передавать другим людям. Наш учитель нашей школы в России это известный лама Оли Нидал. Ему в своё время, когда он встретился со своей женой, в общем, в Индии встретились с Кармапой. Ещё тогда 16-й был Кармапа. 16-е его перерождение. Они встретились, они просто что-то там почувствовали, начали практиковать как сумасшедшие основную практику и многое другое. У них было много прямых передач от самого учителя, понимаете, от самого главного учителя. И он же их попросил передать буддизм в Россию для того, чтобы люди не только, допустим, в Тибете, в Индии, которые рядом могли это практиковать. Это всё-таки для всех людей. И желание помочь людям стать счастливыми, осознать всё это, потому что это великое счастье. Понять, что ты спишь просто, что иллюзия, заканчиваются все страдания, а мы с вами все страдаем. Если глубоко копнуть, то мы все страдаем. И вот тогда официально буддизм пришёл в Россию именно благодаря Лами Оли Нидолу. Вы можете прочитать его книгу, такие как «Каким всё является?» книга очень известная. В принципе, из неё вы можете понять, нужно вам это или не нужно, потому что там все основы, его опыт, немножечко его истории, как бы, в общем, очень кратенько, да, и это первая книга, которую прочитала я во всяком случае и поняла тогда. Сейчас в России более 500 центров, 600, около 600 уже, наверное, центров, может даже больше, потому что всё время расширяются. Естественно, есть огромный буддийский центр школы Кармакаги в Москве, в Ростове, в Краснодаре, я не знаю, везде, мне кажется, в каждом городе есть этот центр, куда можно прийти и познакомиться с людьми. Они очень все хорошие, именно потому что всё это основано на энергетике, да, и на, ну, всё основано благодаря нашему учителю, а он очень сильный такой, да, и очень дружеская атмосфера, в общем, когда люди живут одним взглядом, приходят к чему-то одному, это очень-очень сильно сплочает, на собственном опыте проверено. Единственное, о чём хочу предупредить, это о том, что очень много людей, которые только встречаются с буддизмом, им сразу кажется, что всё, они открыли вселенную, они поняли, что к чему и вообще всё на свете, и они немножко становятся похожи на фанатиков. И знаете, я думаю, что каждый буддист, который встретился когда-либо с этим, он, наверное, проходил через эту стадию, я тоже проходила через эту стадию, это когда ты встретился с чем-то, и ты хочешь поделиться этим со всем миром, ты хочешь рассказать всем, что всё, во что они верят, это не так, а именно это, в общем, то, что ты встретил, это оно называется, религиозные фанатики, на них обращать внимание не нужно. Обычно это проходит через год-два после практики, именно когда ты начинаешь практиковать буддизм, то есть непосредственные медитации, следить за собой и так далее. Это проходит, и поэтому я бы хотела, чтобы вы, приходя в центр буддийский, если вас такое заинтересует, не обращали сильно внимания, не доверяли людям, особо сильно, которые много говорят об этом, и которые ещё мало практикуют. Лучше, если вам действительно что-то интересно, то поинтересуйтесь людей, которые уже практикуют более 10 лет, может быть, даже, во всяком случае, я таким доверяю, кто уже практикует 20 лет, это совершенно другие люди, они абсолютно отличаются, у них уже такой успокоившийся, такой ум, рассудительный, они не кричат о буддизме, о взглядах этих направо-налево, они уже привнесли это в свою жизнь и спокойно живут, спокойно, смотря этим взглядом на жизнь. Поэтому такой момент, что сказать о практике в буддизме, в буддизме есть основополагающие практики, 4 упражнения, из 4 оно состоит, это простирание, это такие физические, то есть вы медитируете, что-то представляете, учителей, там и так далее, всё по книжечке, и делаете физические упражнения, это самое первое, для того, чтобы очистить своё тело, грубо говоря, приручить его. Делается это 111 тысяч в 111 раз. У многих это занимают годы, у кого-то десятки лет, но, например, Лама Олисхана, они всю практику сделали за 4 или за 3 месяца, я не помню, то есть они, представляете, с утра до вечера несколько месяцев посвятили этому. Потом 111 тысяч и 111 раз делается алмазный ум, так называемый, это вы сидите в позе медитации, и тоже такая практика очищения уже более тонких вещей, это вашего ума, то есть сначала было тело, потом очищение ваших впечатлений всяких, дальше идёт дарение мандалы, тоже очень красивая такая практика, с подношениями, с рисом, всякими красивыми бусинками и так далее, тоже делается 111 тысяч и 111 раз, она многим нравится, эта практика, её быстро достаточно заканчивают, это как бы мы засеваем хорошее впечатление в нашу голову, в наш ум, и дальше идёт медитация непосредственно на учителя, тоже она делается 111 тысяч и 111 раз, на каждую практику, то есть на эту практику должно быть посвящение, то есть непосредственно учитель должен дать вам такое разрешение, так называемый лунг, на то, чтобы вы могли это практиковать, дать вам своё благословение и вы начинаете тогда путь буддиста, буддиста. В общем, на самом деле всё это очень интересно, ни к чему это не обязывает, не тянет денег, ничего как бы криминального, ничего страшного, очень это полезно, тем более сейчас многие всё больше и больше прибегают к медитациям и говорят, что это полезно, да, вот, просто есть медитации простые, где вы закрываете глаза, концентрируетесь на кончика носа или просто ставите точку и долго стараетесь в неё смотреть, не отводя глаз, но всё это концентрация ума, всё это тренировка ума, для того, чтобы ум ваш был собран, не рассеян, на самом деле это очень интересно, я могу говорить об этом долго, но вам советую почитать книги, автор Лама Оли Нидл, это естественно мой учитель, поэтому буду его советовать, там очень доступный язык и переведено уже всё на такой современный лад, но передача идёт, естественно, от учителей с Индией, он часто там бывает, он путешествует по всему миру, то есть он вообще не живёт, у него, грубо говоря, нету места жительства, мне кажется, он всё время в путешествии, постоянно где-то, даёт практики, даёт передачу, что важно, что в школе Карма Кагью, как и в других, в принципе, школах, ну, есть маленькие отличия, да, даётся непосредственная передача, то есть, например, я что-то получила, да, я рассказываю вам, и никак это не по экрану, это непосредственно идёт передача благословения, и рассказываю что-то, и вы знаете теперь это, потому что именно я вам сказала, и всё это идёт от самого Будды, то есть через много-много лет, уже более двух с половиной тысяч лет этой религии, так называемой религии, вот, поэтому, если кому-то интересно, если я что-то забыла сказать и осветить, задавайте вопросы мне в комментариях, я обязательно расскажу подробности, найду книжечку, кину и вам ссылку на книжечки. Была я, Селена Сэй, увидимся в следующем видео, пока-пока!